Дорожные службы Барнаула продолжают вывозить снег с улицы и площадей краевого центра. Устранением последствий обильного снегопада в городе занималось 145 единиц зимней техники. Снег убирали с улицы Димитрово, Молодежной, площадей Баварина, Советов, Сахарова и Октября, на Павловском тракте и на других участках Барнаула. Параллельно с вывозом снега дороги посыпали противогололедными средствами. Ежегодно более 80 тысяч подозрений на злокачественную опухоль выявляют в поликлиниках Алтайского края. Об этом заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на коллегии Министерства здравоохранения по вопросам организации первичной медико-санитарной помощи. По словам министра, работа служб сопровождения пациентов с онкозаболеваниями одна из самых актуальных на сегодня. Эту тему обсудят на коллегии вместе с главным врачом Алтайского краевого онкологического диспансера. Ежегодно более 80 тысяч подозрений и сегодня более 77 тысяч человек находятся на диспансерном наблюдении со злокачественным образованием. Итого более 150 тысяч человек нуждаются именно в таком сопровождении. Это очень важно, это решает вопрос извлечения рака, это своевременность оказания помощи. Важная часть сегодняшней встречи – передача ключей от медицинских автомобилей для районов и городов региона. Перед началом коллегии министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов торжественно вручил ключи от 11 машин. Среди них 4 мобильных ФАПа, 3 мобильных комплекса, укомплектованных медицинским оборудованием и 4 авто для работы фельдшеров. Итоги года педагога и наставника подвели в Алтайском крае. Учителя, преподаватели, воспитатели, ветераны образовательных учреждений региона собрались в Барнауле, чтобы получить заслуженные награды за преданность делу и многолетний труд. Медаль за заслуги в труде получает Михаил Халин, профессор кафедры электротехника и автоматизированный электропровод Алтайского технического университета. Преподаватель в профессии уже 48 лет. Пришел в нее сразу по окончании вуза. Стремление к изучению законов природы привил отец, учитель физики. Михаил продолжил педагогическую династию. Сегодня уже он прививает студентам любовь к науке. Нужно сложные вещи рассказывать простым языком. То есть постоянно практически какие-то примеры приводить. Знания, они всегда нужны. То есть поэтому человек, когда их применяет на практике и все это видит и слушает, то есть он очень внимательно к этому относится. Итоги года педагога и наставника подвели в Алтайском крае. Торжественная церемония прошла в Алтайском государственном педагогическом университете. В этом году вуз отпраздновал юбилей 90-летия. В зале собрались учителя, преподаватели, воспитатели, ветераны образовательных учреждений региона. Год заканчивается, год педагога и наставника, 2023 год. Но это ведь только условно. Жизнь продолжается и роль педагогического труда, роль наставничества в нашей жизни нисколько не уменьшается. Мы смогли еще раз обратить внимание всего общества на необходимость вовлекаться в эту деятельность. Не только тем, для кого образование, воспитание, наставничество является прямой профессиональной обязанностью и задачей. А вообще говоря, вовлекаться все мы должны в эту работу. Губернатор поблагодарил педагогов за преданность своему делу и понимание значимости профессии для настоящего и будущего страны. Он отметил труд воспитателей, преподавателей колледжа, учителей школ, почетными грамотами и благодарственными письмами. Анастасия Меншакова, Денис Кузьменко. Новости. К этому часу пока все. Эти и другие новости можно найти на нашем официальном сайте katun24.ru. Я желаю вам хорошего дня. Денис Кузьменко.